Работа участковых непростая. Ежедневное взаимодействие с населением. Каждому надо найти подход. Сотрудник полиции Максим Жаховский считает, что главное это умение слушать и общаться. Кого-то нужно задобрить более, чтобы общение пошло по той волне, по которой оно нужно. С кем-то надо чуть построже быть, потому что человек бывает не слушать, ему интересно, что ты говоришь. Допустим, ситуация, жена-муж подрались, да, муж неадекватный, ну, пьяный может быть. Сначала к нему надо войти в доверие к человеку, а то он и будет на тебя так кидаться. Потом, когда ты с ним уже разговаривался, более-менее вы на одной волне, то можно уже вести какой-то конструктивный диалог. На днях Максим Жаховский и другие участковые уполномоченные Видновского отдела полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу отчитались о работе за последнее полугодие. Показатели раскрываемости и пресечения преступных действий выросли. Однако актуальными остаются различные случаи бытового характера, мелкие кражи и мошенничества. Полицейские проводят профилактические мероприятия, дабы уберечь людей от печальных последствий. Администрация оценивает высокую работу органов внутренних дел в целом. В частности, по участковым мы ежегодно открываем пункты полиции. В ближайшей перспективе будут открыты два пункта полиции еще. Работа с участковыми в целом налажена абсолютно. Поэтому такого рода встречи и отчетные мероприятия, они как бы больше помогают установить обратные связи. Мероприятие это открытое. Посетить отчет могут все желающие жители муниципалитета. Задать вопросы и на месте получить развернутые ответы. Для этого здесь присутствуют представители других подразделений полиции и сотрудники профильных управлений администрации Ленинского округа. Люди работают 24 на 7. Люди отзывчивые. Всегда идут навстречу. Всегда приходят. Всегда можно и в парк, и в сквер пригласить. И в квартиру, если есть какие-то дебоширы, нарушители порядка. Больше дела, меньше слов. Вот лозунг участковых уполномоченных Ленинского округа. Доклады представителей полиции были емкие. Основное время они постарались уделить людям и их проблемам. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, ФИДНЭТВ.